Всем привет! Вы на канале Унака. Меня зовут Татьяна. Речь пойдет о горном хрустале. Что такое горный хрусталь? Это разновидность кварца. Перед вами комплект из горного хрусталя. Вот такие вот сережки. Сейчас они сверкают при электрическом свете. Но что характерно для них, они сверкают и при дневном, и при солнечном свете. Это вот такая интересная особенность хрусталя. Есть у меня из хрусталя, тоже из горного хрусталя, вот такой браслет. А также колье из горного хрусталя. Оставлю ссылочку на видео, где я демонстрирую вот эти бусы на себе. Посмотрите, какие огромные бусины. Вот сейчас я взяла их в руки. Они очень-очень холодные. Есть такая особенность хрусталя. Это оставаться холодным всегда. Очень холодный камень. Прямо такой ледяной. Когда-то в древности считали, что это окаменевший лед. И посмотрите, вот похож на льдинки. Он местами непрозрачный. Где-то более прозрачная бусина из хрусталя. Ой-ой-ой. Но вот что характерно для хрусталя. Он хотя и трещиноватый, но поцарапать и разбить его непросто. Разбить я могу вот этот стол, но не вот эти вот бусы. А вот это вот прозрачный хрусталь, который уже применяется для ювелирных изделий. Вот такие вот сережечки на английской застежке и колечко. Не так давно я приобрела вот эти вот сережки винтажные. Они были заявлены горный хрусталь и серебро. Но у другого продавца этого же самого изделия с такой же точно маркировкой я нашла то, что это ювелирное стекло. И он дал ссылку на каталог, в котором находится вот это изделие, маркированное именно вот Харьковского ювелирного завода. Так что, ну, вы даже, может быть, и поймете сейчас вот так, да? Тоже сверкает, но это стекло. Вот немножко отходя от темы, так вот мы приобретаем вслепую, хотя можно было поискать и в тех же источниках в интернете я нашла, что это стекло, а хотела купить хрусталь. Хрусталь можно носить всем представителям зодиакального круга. Он помогает приобрести равновесие и психическое, и физическое. И, наверное, нет тех заболеваний, которые не лечит хрусталь. Вы скажете, ну, как такое возможно? Я вам скажу, я сама не знаю, как такое возможно, но применяют его для лечения и ран, и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если мы носим браслет на руке, то это препятствует тромбообразованию в нашем организме. А сами знаете, что тромбообразование – это причина и инфарктов, и инсультов, и тела, тромбоэмболии смертельным исходом. И также применяется для лечения варикозной болезни. Тоже какая взаимосвязь. Ну, вот нормализует гемодинамику. В это люди верили, применяли. Применяли и в магии, и, наверное, до сих пор применяют. Ну, а в своё время, конечно, монархи и богатые люди прямо из цельных кусков хрусталя делали и самовары, и умывальники, и различные чаши, в общем, посуду. Если потом на смену вот такому горному хрусталю пришли изделия уже из хрусталя, который рукотворный, вот, то когда-то давно из нерукотворного хрусталя также делали и посуду, и огромные шары, при помощи которых в холод охлаждались. Вот эти вот бусы, когда берёшь в руки, вот в первый момент они прямо вот ледяные. Потом, конечно, немножечко они нагреваются, но в то же время вот эта сторона, которая не контактирует с кожей, она остаётся холодной. Всё, конечно, не расскажешь, и всё знать нельзя, но эти бусы очень полезно носить кормящим матерям, они улучшают лактацию. Какая взаимосвязь? Сложно сказать, но это подметили люди, наблюдая за вот этим вот прекрасным минералом и изучая его. Месторождения есть в Бразилии, в Венгрии, на Мадагаскаре, в Китае, в Шри-Ланке. В Альпах. Ну и, конечно же, в России. В России это Урал, Якутия, Забайкалье и Приморье. Наша страна богата на минералы. Ну и так вот интересно, я даже не предполагала. Две книжечки я сейчас посмотрела. У меня есть книги по камням. Считается, что аметисты, цитрины и раухтопазы, ну, кварц-волосатик, естественно. Это тоже разновидность горного хрусталя. Вот такие вот интересные моменты. Ну, вот этот вот комплект, конечно, он такой лаконичный. И, знаете, когда продавец, ну, без бирки, здесь, конечно, была бирка заводская на этом изделии, потому что это, в золоте, сами понимаете, более серьезные изделия. И вот если продавец предлагает вам абсолютно прозрачный хрусталь и размер его 1-2 сантиметра, то вряд ли, потому что это очень будет дорогой камень. Идеально таких вот прозрачных, встретить их сложно в обывателе, в быту. А вот такие вот, возможно. Ну, и сейчас я вам поставлю видео от моей сестры. Я тут вот занимаюсь и над златом чахну, а сестра у меня отдыхает на алтаре. Берег Катуни. Вот течение. Сижу, релаксирую. Продолжение следует...